Азан.кз представляет Уважаемые братья, уважаемый джамаат, Пусть Аллах сделает наше сегодняшнее собрание благодатным и полезным. Пусть запишет благом каждый ваш проделанный шаг в мечеть. Пусть Аллах благоволит вам усвоить каждый аят, каждый хадис, всю полезную информацию, сказанную на этом собрании. Сегодня мы открываем новую тему. Начинаем новый цикл уроков. Предыдущий цикл уроков был посвящен сахабам с подвижником пророка Мухаммада, так как каждый сахаб пророка, как звезда на небе. Если мы последуем за кем-либо из них, если возьмем кого-то из них себе в пример, тогда мы не забудемся. Тогда мы найдем прямой путь. С целью узнать и познакомиться с учениками школы пророка Мухаммада, мы изучили историю нескольких сподвижников по одной книге. Мы начинаем новый цикл. По просьбе большинства прихожан в мечети организовать собрания, уроки для понимания слов самого Всевышнего Аллаха. С целью уяснить понимание священного Корана. Для более глубокого познания смысла, выводов, таинств, условий шариата, принципов всей нашей жизни. Таковы были пожелания, обращения мусульман. По воле Аллаха мы возьмем за основу несколько книг по тафсиру, толкованию Корана и начнем уроки. Сегодняшнее занятие будет видением. Мы ответим на вопросы, что такое тафсир, каким был тафсир во времена пророка, салюллуха алейхи васалим, как объясняли Коран, как это было во времена сахабов. Слово тафсир – это арабское слово. Происходит от слова фасаро. Языковое значение этого слова – определить, раскрыть, открыть, объяснить. В Коране Всевышний Аллах говорит, «Как только неверные приводят какую-нибудь притчу или возражают тебе, мы приводим тебе истину с явным толкованием». Ибн Аббас, да будет довольным Аллах в своем тафсире, касаемо этого аята, говорит, что здесь имеется в виду «Ахсана тафсиля», то есть полное раскрытие, объяснение, донесение одной темы. В арабском языке к слову фасаро есть близкое по значению слово сафаро. Из этого слова происходит казахское слово сапар. У арабов есть слово «женщина сделала сафар свое лицо», то есть означает «раскрыла», «открыла свое лицо». Арабское слово «альмараатуль сафиро» применяется к женщинам, которые ходят слишком раскрытыми, полуголыми. Также у арабов есть слово «ва асфаро субх», то есть «утро делает из фар», начинает проясняться. Слово сафаро – это «раскрыть внутренний мир», сущность человека. Это все языковое значение слова «тафсир». Имам Заркаши, крупный имам, у которого есть труды по тафсиру Курана, говорит, «Тафсир – это наука, которая соответствует истине, которая объясняет нам книгу, неспосланную пророку, дабыславитого Аллаха и приветствует». «Вабаяну Мааниев» раскрывает смысл каждого слова, цель каждого аята. Все это доводит до нас наука «тафсир». «Вастихроджу» – наука, которая помогает нам узнать выводы и мудрость Курана. В Куране есть мудрость молитвы, поста, милостыни, паломничество. Все это мы изучаем, познаем в науке «тафсир». Также в Куране есть хикметы, то есть сокровенный смысл, суть, скрытые причины. Это определение Имама Заркаши. Также есть понятие, которое называется «тауиль». Происходит от слова «ауль», то есть первый. «Ай-юлу» – возвращаться к первоисточнику. Возвратить одно дело или человека к основной цели, корням, предназначению. К примеру, один человек родился и вырос в Петропавловске, он отучился, получил специальность в Алматы, затем его направили в Петропавловск на работу, то есть сделали «тауиль». Это что касается лингвистического значения слова. Научное значение слова «тауиль» – когда человек ссылает смысл своих слов к первоисточнику, то есть откуда исходят его слова и какой заложен смысл. Это слово возвращается к первому своему смыслу, тем самым совершается «тауиль». Возвращение к истоку, и есть дело «тауиль». Как начался тафсир в Куран во времена пророка, салюллаху алейхи вассалим. Как вы знаете, Куран – это неиспосленно Аллахом книга на арабском языке. Как приводится в Куране, поистину мы неиспослали его в виде Курана на арабском языке, чтобы вы могли понять его. Также в Куране говорится, оно неиспосленно на ясном арабском языке. Некоторые ученые говорят, что в Куране есть слова, пришельцы из других языков, как, например, слово «идеалогия». Она происходит от веческих слов. Эти ученые говорят, что таким же примером в Куран вошли неарабские слова. При этом они утверждают, что необязательно, чтобы каждое отдельно взятое слово должно быть на арабском. Что эти слова могут издревле впитаться, как арабский язык. Главное, чтобы все арабы понимали это слово. К примеру, в Куране Всевышний Аллах говорит, «Ютикум кифлейни миррохматихи» И тогда Он озарит вас вдвойне из Своей милости. Слово «кифль» происходит от афиопского слова. Означает «рас». То есть кифлейни вдвойне, в два раза больше. Также в Суре Музамбель «Инна-нашиаталь-лейлий». Воистину, молитвы после пробуждения среди ночи тяжелее и яснее по изложению. Эфиопы словом «нашиа» называют людей, которые встают ночью и совершают поклонения. В самом арабском языке нет такого слова, которое бы определяло такого человека. В Суре Мудассир есть аят. «Фаррот мин косваро» – «бегущая стрелка» или «льва». Слово «косваро» – это тоже эфиопское слово, которым они называют «льва». Такие вот примеры приводят ученые. В целом есть заимствованные слова, которые уже стали арабскими. Другие ученые считают, что эти слова арабские, что неправильно их разделять. Если вкратце, то Куран на арабском – книга Всевышнего Аллаха, который не спослан нам на языке пророка. Всевышний поручил пророку распространять Куран, объяснять и учить ему своих сахабов. В Куране сказано, «Мы не спасали тебе, о пророк, Куран, чтобы ты разъяснил людям веру, законы и заповеди, изложенные в нем, и призвал их размыслить над ними». Подвижники пророка, дабы салюту Аллаха и приветствовать, понимали Куран, так как они отлично знали свой язык. Они понимали Куран в том виде, в каком он был не способен. Однако ученые говорят, что хоть Куран и не способен на их языке, что хоть они и понимали его, но некоторые сокровенные, тонкие и глубокие моменты они не понимали. Если бы пророк, салюту Аллаху, не объяснил, не раскрыл бы эти моменты, они бы остались для них непонятыми, нераскрытыми. Ибн Халдун говорит, Куран был не способен на языке арабов. Был не способен по тем правилам литературного языка, который был в то время. Они бы все поняли Куран, так как он на арабском. Они хорошо знали смысл аятов и каждого слова по отдельности. Несмотря на это, каждый понимал по-разному. То есть не было так, чтобы все прекрасно и одинаково понимали на одном уровне. То, что было понятно одним, другим было непонятно. Примером к этому можно привести реваят, сообщение Утана с Ибн Малика, Радалла Вангу. Однажды Умар, да будет довольно малах, стоя на Минбаре, прочитал. Фа-ки-ха-тау-ва-абба. Это 31 аят из суры Аббаса. Затем сказал, слово фа-ки-ха – это фрукты. А что означает слово Абб? Затем он повторил про себя и сказал, Умар, не разъясняй без знаний. Ибн Малбас, да будет довольно малах, рассказывал один случай. В Куране есть слова фа-кирус-сама-ва-ти-валь-арб, сотворившему небеса и землю. Я не понимал значения этих слов. Передо мной пришли два араба-бедуины, которые спорили относительно одного колодца. Они говорили друг другу. Один говорит, я выкопал фа-тарту, этот колодец. Он появился моим трудом. Другой говорит, нет, я его начинал, фа-тарту. Это мой колодец. Когда я увидел и услышал этих двух людей, я понял, что значит фа-тару-сама-ва-ти-валь-арб. Ибн Кутайба говорит, у арабов знания относительно одинаковых аятов со сложным глубоким смыслом не одинаковые. Кто-то знает больше, кто-то меньше. Такова ситуация. Мы не можем утверждать, что все сахабы знали и понимали Коран. На чем основывались подвижники жившего во времена пророка, саллиллаху алейхи васалим, для лучшего понимания Корана. В первую очередь есть такой метод, как Кураном делать тафсир Курана. То есть вопрос приходит в одном аяте, а ответ приводится в другом. Таким образом осуществляется толкование Курана, опираясь на сам Куран. К примеру, в Куране есть аят в начале суры Аль-Майда. «Аллах разрешил вам есть мясо животных и скота, кроме того, что вам запрещено Аллахом». В другом аяте в этой же суре говорится «О вы, которые вы веровали, вам запрещается в пищу мертвечина, текущая кровь, свинина и то, что заколото без упоминаний имени Аллаха». «Мясо удавленной скотиной, или павшей от удара, или убившейся от падения с высоты, или забоданной рогами другого животного, или мясо скотины, которую заел, убил хищный зверь». То есть второй аят, который мы привели, осуществляет тафсир первого аята. Таких примеров в Куране достаточно. Во-вторых, опирается на слова пророка. Посланник Аллаха сам разъяснял и объяснял своим сподвижникам аята Курана. В реваяте от Абдуллы ибн Масуда, да будет довольным Аллах, приводится. Сахаму было очень трудно понять аят, где говорится. Те, которые уверовали и не обрекали свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности, и они следуют прямым путем. Так как никто из нас не был защищен от несправедливости, каждый мог проявить хоть малую несправедливость по отношению к своей жене, детям или другу. Затем они пришли к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и сказали, «О посланник Аллаха, кто не совершает несправедливости, ведь каждый может быть несправедлив к самому себе?» Пророк, дабасовый Аллах и приветствует им, ответил, «Это не та несправедливость, о которой вы говорите по отношению друг к другу или себе». Разве вы не слышали, что говорили в Куране праведные рабы Аллаха? В суре Лукман приводится, «Предать от товарища Аллаху – это большая несправедливость». То есть то, что сказано в суре Ан-Ан, делает тафсир в суре Лукман. Так формировалось правильное понимание Курана сахабами. Ни у кого не возникало никаких сомнений, споров. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, объяснял Куран. Таким способом сахабы в толковании священного Курана опирались на посланника Аллаха. В суре Каусар говорится, «Инна аутойна кель Каусар» – «Мы даровали тебе изобилие». Когда сахабы спросили, что такое Каусар, пророк им объяснил, «Каусар – это река в раю, которую даровал мне Аллах». Если бы пророк, дабы саллиллаху и приветствует, не дал разъяснение этому слову, каждый мог бы толковать по-разному. Третья основа, на которую опирается при толковании – это иштихад. Самостоятельное решение некоторых вопросов юридического богословского характера. После того, как пророк, саллиллаху алейху вассалям, ушел из жизни, сахабы не могли найти прямые ответы на ряд вопросов из тавсира Курана. Тогда они проводили поиск в сунне, хадисах, а когда они находили – делали иштихад. Есть свои правила применения иштихадов в толковании Курана. Мы не будем останавливаться на этом подробно. У нас более обобщенное толкование. Сахабы делали иштихад, опираясь в первую очередь на Куран. В хадисе пророк Мухаммад, по-басалюту Аллаху приветствует, сказал, «Кто бы ни толковал Куран по своему разумению и пониманию, тот пусть готовит себе место в аду». Сахабы знали этот хадис и, основываясь на этих принципах, делали толкование. Также сахабы учитывали тонкость арабского языка, грамматики и т.д. Все четыре праведных халифы были известны своими толкованиями Курана. Абубакр, Умр, Усман и Али. Да будет доволен ими всеми Аллах. Также Абдулла ибн Масуд, Абдулла ибн Аббас, Зайд ибн Сабид, Анас ибн Малик и другие сахабы были известными толкователями Курана. По воле Аллаха в следующем уроке мы продолжим введение. Остановимся на некоторых моментах. Затем с Божьего повеления начнем с суры Фатиха. Итак, слово за словом, аят за аятом, основываясь на тавсирах Абубакра Арози, Куртуби, Ибн Кафира, Имама Ак-Тобари, постараемся вместе с вами немного углубиться и понять аяты Священного Курана. Пусть Аллах будет доволен вами. Пусть наше собрание будет из тех собраний, которые окружают ангелы. Аминь.